Приветствую участников конференции, председатель Брестского областного исполнительного комитета Юрий Шулейко подчеркнул особую роль представителей ветеранских организаций в социально-политическом развитии общества. Высказал слова благодарности старшему поколению за вклад в становление белорусского хозяйства, государственности и независимости. В ваших рядах много ветеранов. От войны до трудовых успехов, которые определены нашим государством, это те люди, которые прошли разные ступени жизни. Уже не будет таких людей с таким богатейшим опытом, которые видели войну, которые видели разруху, которые восстанавливали. После войны наше государство, это время одной из самых тяжелых, но именно при вас все шло наверх. От тяжести до успехов, которые имела наша страна и то, что вы перенесли на своих плечах. Вы герои сегодня области. Вы сегодня, еще раз скажу, прошли все этапы и становления, и развития, и понимания ситуации, которые сегодня складываются, в том числе и на стране. Приседатель Брестского облсполкома призвал старшее поколение активнее передавать опыт молодежи. А также подчеркнул, что социальная поддержка ветеранов – одно из приоритетных направлений государственной политики сегодня. Согласны с ним и на местах в зоне особого внимания участники Великой Отечественной войны и одинокие пенсионеры. У нас в городе одиноких 1750 человек. Одинокопроживающих 7500 человек. Мы на них упор делаем. Ну, соответственно, инвалидов первой и второй группы. Эту работу мы вместе проводим с комитетом социальной защиты. Именно с ними в тесном контакте с управлением социальной защиты. Дальше территориальным центром социальной обслуживания населения. Именно с ними мы проводим работу с ветеранами. Я должен сказать, практически в этой области у нас проблем нет. Участники конференции заметили, что, несмотря на разницу в поколении, особую роль в деятельности ветеранских организаций области имеет взаимодействие с молодежью. В частности, большое патриотическое и воспитательное значение имеют свидетельства участников Великой Отечественной войны и узников фашизма. Узников очень много активных людей, которые ходят в школу, выступают перед учащимися. В школах разработан цикл информационного дня «Школа активного гражданина». И вот на занятия в дни эти очень много приходит ветеранов труда, афганцев и детей войны. В ходе встречи ветераны задали свои вопросы Юрию Шулейко о конкретных действиях исполнительной власти в реализации программы социального развития страны. О финансировании ветеранских организаций, об особенностях вакцинации против коронавирусной инфекции в регионе. Также во время девятой отчетно-выборной конференции были подведены итоги деятельности Брестской областной организации ветеранов за прошедшие пять лет. Активистам ветеранского движения объявили благодарности и вручили грамоты Брестского областного исполнительного комитета и Брестского областного совета депутатов. Вероника Яковиц, Александр Севицкий, телерадио компания «Брест».